Ну, начнём мы сегодня с общения. Я предлагаю, чтобы мы сейчас спели Слово, которое вы видите на экране «Дни прошли и снова». Дни прошли и снова, Собрались друзья, Снова добрых словом Ободрить себя. Двадцать днями и дни, Кай, друг от днём, кайды, Всё пройдёт и горе, Радость вместе с ним. И тогда вернётся снова весна, Все мы соберёмся, Уловный сталь, И тогда не будем годы считать, И не будем страдать. Сколько раз ты будешь радость иметь, Сколько раз ты будешь в горе скорбеть, Мы знаем только, будь всегда с крестом, И не будем страдать. И не будем страдать. И тогда вернёмся снова весна, Все мы соберёмся, Уловный сталь, И когда не будем годы считать, И не будем страдать. Сколько зла на свете, Сколько зла на свете, Но ты добрый будь, Людям принесите, Плакать от чуть-чуть, Расцветут прекрасные, На пути цветы, И расскажут нам о радости они, И тогда вернётся снова весна, Все мы соберёмся, Уловный сталь, И тогда не будем годы считать, И не будем страдать. И тогда вернётся снова весна, Все мы соберёмся, Уловный сталь, И тогда не будем годы считать, И не будем страдать. Вечное царство своё Ты на век сбудувал, За тобой, Иисусе, пиду. Ты творишь всё новое, Новое сердце ты дал, Что для тебе спевает хвалу. Тай час рекою плыве У майбуття, Бог є любовь, В ньому вічне життя, Як від западу спит, Він віддалив Мои грехи, Він усі простив. Нехай сердце една Є знов, Вечная и свята любовь, Вона дарует радость нам, Господня любовь, Божа любовь. Нехай сердце една Є знов, Вечная и свята любовь, Вона дарует радость нам, Господня любовь. Река живо, Река живо і води, В вічність веде, Боже любовь, Вища понад усе, Він ради нас залишив, Славу небес, Нас відкупив, Наш Господь воскрес. Нехай сердце една Є знов, Вечная и свята любовь, Вона дарует радость нам, Господня любовь. Девчонки. Христос и правда и життя, в нём успокой, Він є любовь и спаситель мой, Нехай проводить усіх у небеса, Божа любовь, как десвитня зоря. Нехай сердця една, є знов, Вічна і свята любовь, Вона дарує радість нам, Господь, я любовь, Божа любовь. Нехай сердця една, є знов, Вічна і свята любовь, Вона дарує радість нам, Господь, я любовь. Ми також раді, що вместе з нами є сестра Женя Чумаченко з церкви Кларошонка. Уже стала такою доброю традицією, що вона завжди радує нас своїми стихами. Женя прийшла в нашу церкву, в церкву, вона прийняла крещення і зразу включилась в труд, зразу акшен. Вона порадує нас з церквами, а потім сестра Лена також споє про саву нашого Господа. Пусть Бог нас видит. Небесний свет, учение Христа, Меня пленил Своєю красотою, В Нім істина, веселье, чистота, Я перед Ним склоняюсь сейсь Свою душою. Я в Нім нашел высокий идеал, И где б не шла, Тропа моя земная, Все то, что жизни Он мне дал, На все богатство Я не променяю. Я помню счастье радостного дня, Когда отдал я сердце молодое тому, Кто умер за меня, Кого люблю теперь я всей душою. С тех пор я часто слышу от людей, Зачем пошел ты этой дорогой? Ты губишь годы юности своей, Стремясь к невидимому Богу. Мне говорят, Что лишь один деви сегодня Может быть у молодежи. Пока живешь на свете, Веселись, Бери от жизни все, что можешь. С различным чувством это говорят, Одни как будто мне добра желают, Другие не хотят понять, А третьи ненавидят, презирают. О, как бы я хотел, Чтоб этот стих Для всех понятным прозвучал ответом, И вас, Доброжелателей моих, Заставил бы задуматься об этом. Конечно, знаю, Трудно вам понять, Что значит с Богом тесное общение. Все это нужно сердцем испытать, Себя всего отдать ему в служение. Пока еще для всех открыта дверь, И я когда-то жил без Бога, О, как понятно стало мне теперь, Какая это трудная дорога. Когда б Христос от гибели не спас, Поднял меня из пропасти глубокой, То был бы я, как многие из вас, Рабом страстей и неземных пороков. Вы говорите, вера во Христа Сегодня презирается в народе, Мол, это миф, легенда, темнота И многое другое в этом роде. Ну что ж, когда такая темнота От власти зла людей Освобождает, И жизнь, которой ложь и пустота, Она великим смыслом наполняет. И если горьких пьяниц и воров Дело чистыми, святыми, Друг друга недовидящих врагов, Способно делать братьями родными, И людям, опустившихся на дно, Способно дать к прекрасному стремлению, Чему не может научить никто, И даже современное учение. Я пред такой прекрасной темнотой С благоговением голову склоняю, И перед всеми всей своей душой Ее всем сердцем светом наполняю. Нет, не меня вам надо б нажалеть сегодня, От гибели спасем я и от ада, Но если бы вы могли уразуметь, Вам о себе сегодня думать надо. Я думаю, вы поняли меня, И дай вам Бог той мудрости Христовой, Чтобы проснулись вы от гибельного сна, От тьмы греха для жизни чистой новой. За густой пеленой, Я хочу, чтобы нас, Этот свет не погас, Я мечтаю увидеть Сияние глаз, Я хочу, чтобы исчезли Сомнения и страх, Чтобы любовь навсегда Поселилась в сердцах. Сквозь снылые тени Оббит и заблок, Сквозь тугой стыдень Ежетейских невзгод, Мы услышать должны Димной музыки звук, Этот голос любви покоряющий снов. Я хочу, чтобы в нас Этот свет не погас, Я мечтаю увидеть Сияние глаз, Я хочу, чтобы исчезли Сомнения и страх, Чтоб любовь навсегда Чтоб любовь навсегда Поселилась в сердцах. Субтитры создавал DimaTorzok За густой пеленой Наших будничных дел За сплошной маятой Наших душ, наших тел Мы увидеть должны Тот сияющий свет, Вечный свет, Без которого радости нет. Субтитры создавал DimaTorzok Возвожу, мои очи-кара, С них придет скорей помощь моя, Помощь моя от Господа, Затворивши вам все, Он не даст колебаться На ноге Твоей. Господь, Хранитель Твой, Небо вздремлет, Хранящий Тебя, Господь, Семь Твоя, С Твоей правой руки Сохранит Он Тебя От святого славы. Господь будет охранять Мы хожденье, хожденье втроем, Отны и не и во веки веков, Отны и не и во веки веков. Возвожу, мои очи-кара, С них придет скорей помощь моя, Помощь моя от Господа, Затворивши вам все, Он не даст колебаться На ноге Твоей. Гибная радость. Жить надо только с радостью в душе, Чтоб никогда не мучила хребога, Благодарить за то, что есть уже Великого и праведного Бога, В молитвах возносить хвалу Ему, Всем быть довольным, Над собой победа, Не задавать вопросы, почему, Жизнь лучше и богаче у соседа, Коль зависть душу захлестнет до дна, Напад в ней зазвучит тревожным гулом, Не позже в этом, а своя вина, То счастье в миг окажется в минулом, Бог скромному свое окажет честь, Озная, что еще для жизни надо, Добавить щедро сам к тому, что есть, Придет без просьбы Господа награда, Жить надо с дивной радостью всегда, Чтобы судьба не оказалась злою, Когда возникнет чем-нибудь нужда, Бог даст сизбеткам щедрой рукой. Что там происходит? Ужас. Вот прям не дом молитвы, А в ртепрозборник был. И в следующий раз придем к вам в Лепутольске, В вашу церковь. Посмотрите на лицу, на радость на лица этих людей. Ужас. Кто-то там на сцене есть. Наверное, это Бог. Два ночи ужаса приснятся. Пощадите, люди. А я тут же твой делаю. О! Не все хотят идти к радости, Некоторые сейчас не торопятся. Субтитры делал DimaTorzok Стало лучшие. Продается радость. Свети гости не рецепт. Вы мои! Субтитры сделал DimaTorzok Этой санклей мы хотели показать, что настоящая радость только в Иисусе Христе. Сатана всегда будет находить свои пути для того, чтобы нас обмануть, показывать яркие шарики и все остальное. Но настоящее счастье и радость дает только Иисус Христос. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты побеждаешь в мире каждый день, когда ты знаком со Христом. И убегает неудачий день, когда ты знаком со Христом. Нет ничего прекрасней в мире, чем счастье, что Бог с ним вошлёт, чем да любовь, да любовь, что Иисус нам даёт. На любовь, что Иисус нам даёт. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Любовь Последние десятилетия лет 20 назад резко выросла на нашем горизонте. И так много людей начали говорить о ней и обсуждать эту тему. Для начала я хотел бы задать вам вопрос. Какие аспекты или как вы можете описать человека, который находится в состоянии депрессии? Неразговорчивый, хорошо. То есть необщительный, замкнутый. Агрессивный. Агрессивный. Неравновешенный. Раздражительный. Плохо выглядели. Это не всегда с этим связано. Не всегда с депрессией, но один из аспектов. Да, вы абсолютно правы. Пассивный. Пассивный. Апатичный. Подозрительный. Не идет на контакт. Не идет на контакт. Плохо ест. Плохо ест. Вы знаете, что среди всего того, что вы сказали, в принципе, вы абсолютно правы. Это человек, который находится в депрессии. Это большинство аспектов. Но также выделяет неспособность концентрировать внимание, запоминать детали, принимать решения. Вялость, усталость, чувство вины, никчемности, беспомощности, чувство безнадежности, пессимизма, бессонница, раннее пробуждение или чрезмерная сонливость, потеря интереса к занятиям, которые ранее приносили удовольствие, включая интимную близость. Ну, так пишут. Именно поэтому врачи сделали одну вещь. Они собрали все симптомы, которые проявляются у человека, сбили их в кучу и сказали, депрессия есть не что иное, как просто химический дисбаланс в организме. И вы знаете, эти же медики говорят о том, что любовь это просто химический процесс. Просто в какой-то момент времени какая-то капсула с химическим веществом в вашем организме лопается, и вы влюбляетесь. Вау, было бы классно, представляете? Вот понравилась девушка, не влюбился, просто понравилась, и ты подходишь, говоришь, слушай, выпей таблеточку. Прямо сейчас вот, давай. И не отвлекайся, не отвлекайся, смотрим на меня. Минут 15 написано, эффект готов. Но, как бы, не всегда так просто все получается в жизни, как человек, это не просто химический набор реакций, или набор химических реакций, но тем не менее, все намного сложнее. И, в принципе, люди, которые отказываются верить в Бога, им легче воспринимать человека, который действительно просто набор химических реакций. Им все намного сложнее. В Украине статистика говорит о том, что с 1992 года по 2002 год суицидная активность, то есть активность по самоубийству, увеличилась в более чем полтора раза. Причина в большинстве случаев депрессия. Интересно то, что депрессии из этого числа подвержены женщинам, две третьих. Они вдвое чаще страдают от этого, чем мужчины. Действительно это так. Женщина более подвержена депрессии. И часто это происходит потому, что она более чувствительна, более эмоциональна. Она легче подвержена внешним вниманием. И если раньше большинство депрессии это были люди после 65 лет, то сегодня мы имеем полный спектр возрастов, которым проявляется депрессия. Дети 10-12 лет впадают в депрессию. Казалось бы, беззаботное детство. Живи. Сейчас я знаю многих семейных, они так хотят снова стать детьми, когда не нужно думать ни про что, как достать кусок хлеба и так далее. Но вот эти дети 10-12 лет, они уже страдают депрессией. Депрессия есть не что иное, как просто слово переводится из латыни как давление. И очень часто это давление, которое происходит изнутри. То есть это то, что человек подвержен в принципе внутри себя. Есть несколько аспектов у депрессии. И довольно часто люди путают депрессию с чувством грусти. На самом деле чувство грусти это не депрессия. Если человек просто грустит, потому что осень, падают листочки, становится холодно. Некоторые говорят, он впадает в депрессию. Говорят, что у Пушкина была хроническая депрессия, потому что он любил осень. Но мы знаем, что у Гоголя была хроническая депрессия, и он писал рассказы. Врубель писал картины, тоже находясь в хронической депрессии. То есть она имеет положительный эффект, оказывается. Мы можем сказать, что для человека состояние грусти это в принципе нормальное состояние. А вот состояние депрессии это совсем нехорошее состояние. Чем же он отличается? Дело в том, что у человека есть такая вещь, как настроение. Особенно это хорошо видно у сестер, у девчонок. Правда? Настроение, да. Оно меняется примерно как синусоиды или как синусоиды. Оно, вот как бы представьте себе линию, вот это хорошее настроение сверху, а вот это плохое настроение сверху. И все происходит вот так вот, вниз, сверху, вниз, сверху. Так вот депрессия, это когда вот эта синусоида или косинусоида, она опускается в нижнюю часть этого графика. И когда все движения происходят в нижней его части. Это когда человек становится пассивным, апатичным, ему практически нельзя ничем порадовать. Смех раздражает, позитивные эмоции могут раздражать. Человек впадает в чувство затоможенности или может впадать в иметь приступы агрессии. И вот это вот как бы является депрессией. Очень часто нарушается функция сна. С другой стороны, человек не может уснуть. В другом случае, он спит, может трое суток проспать, и при этом станет, будет чувствовать себя разбитым. Он не будет чувствовать себя отдохнувшим. В последнее время люди придумали новый вид болезни, называется синдром хронической усталости. Это когда человек никак не может отдыхнуть. Психика человека, его нервная система не отдыхает. Он может спать трое суток, встать еще хуже, чувствовать себя после этого, чем, скажем, когда он в нормальной среде. И вы знаете, я даже читал одно интересное исследование, поразительный факт. Британские ученые доказали, что синдром хронической усталости лечится. А знаете чем? Работой. Оказывается, единственное средство излечения от синдрома хронической усталости – работа. Представьте себе, какое гениальное открытие. Библия говорит о том, что если описывается человек, одна из самых древних книг Библии, это книга Иова, и там описывается Иов в очень глубокой депрессии, в которой он находился. Гиппократ также описывал эту проблему за 2500 лет. До нашей эры, до рождения Иисуса Христа. И эта проблема была известна во все времена, она существовала во все времена. Иногда она больше проявлялась, иногда она меньше проявлялась. Но вот как бы она в сегодняшний день действительно подходит к границе эпидемии. Потому что каждый пятый человек, который приходит в больницу, он подвержен глубокой депрессии. То есть той, которой клинически можно поставить диагноз, той у человека и депрессии. Каждый пятый пациент в Европе, он подвержен депрессии. И вот однажды один человек пришел к зубному и говорит, у меня страшные боли в зубах, просто невыносимо, я не могу терпеть, не могу спать. И он говорит, доктор, ну сделайте что-то. Сделали снимки необходимые, проверили поверхность зубов, все проверили. Говорит, у вас абсолютно здоровые зубы. Он говорит, доктор, не могу. Ну, этот доктор уже засомневался. Раз человек приходит ко мне, ну, значит, надо что-то делать. И он скажет, какой я доктор. И он ему вырвал два зуба. Вырвал ему два зуба, человеку не стало лучше. И он как-то попал к другому доктору, и тот диагностировал у него депрессию. После курса терапии у него перестали болеть зубы. Но, как оказалось, зубы ему вырвали зря. Так что, как бы, есть такое понятие, как психосоматика. Это зависимость физического нашего состояния от нашего эмоционального настроя. И вот действительно очень много болезней сейчас, они напрямую связаны с депрессивными состояниями. Это то, что есть сегодня. Есть, как бы, несколько причин, почему возникает депрессия. Есть довольно объективные, есть довольно материальные причины этого. И это просто физиология человека. Банальная физиология. Например, человек говорит, что у меня, например, у ребенка может быть переходной возраст. У нас лет 10-12 просто идет гормональный дисбаланс в организме, и может возникать депрессия. У женщин может быть тоже проявляться депрессия в определенное время месяца. У мужчин может проявляться после 45 лет. Это все связано с изменениями в организме, которые происходят. Да вот простая банальная физиология. И она имеет отражение на нашем настроении. Но также есть душевные симптомы депрессии. Это уже намного сложнее. Это говорит о том, как человек проявляет себя, как он относится к людям, которые находятся вокруг него. Очень часто у мужчин проявление депрессии идет через агрессию. Реже он замыкается. И я говорил с моим другом из Америки, он говорит, что есть всего лишь два проявления. Это либо плач, либо крик или агрессия. Он говорит, что это проявление одной и той же эмоции, но в двух разных проявлениях. И он говорит, что когда у меня была депрессия, он говорит, что я просто как мужчина никому не показывал этого. Но он говорит, что во время того, когда я принимал душ утром, он говорит, что я просто плакал. Он говорит, что все стали думать, почему он так долго принимает душ. Он говорит, что потому что я никому не хотел этого показать, но я плакал. Несколько дней подряд. Постоянно. И женщины, например, у них по-другому это проявляется. Они начинают цепляться к своей внешности. Они говорят о том, что вот я стала некрасивой, я себе не нравлюсь, мне надо что-то поменять кардинально в себе. И они становятся очень самокритичны. И тогда, когда в принципе с ними все нормально, они говорят, нет, все ужасно, все конец света буквально. И поэтому они начинают искать в себе проблемы. Ну, мужчины, например, после 45 лет, они начинают переоценку своей жизни. Они говорят о том, что что же я сделал в своей жизни. А может быть, я не достиг своих целей, которые я вставил перед собой в жизни. А может быть, я должен что-то великое сделать. И есть такое выражение прикольное, что седина в бороду, вес в ребро. Знаете такое? Так вот, действительно, в среде оказывается интересная статистика, что именно много браков в данный момент распутается именно примерно в этом возрасте. И причина распада является мужчины, которые не удовлетворены тем, что они сделали в жизни. И они думают, что надо все кардинально поменять, и они рушат семьи и уходят из семьи, думая, что этим они что-то могут поменять. Еще одно проявление депрессии. Часто скрытое, часто это трудно понять, но это происходит. И поэтому, если мы проанализируем всю информацию, то мы можем увидеть, что есть на самом деле три врата. Трое врат. Это каким образом мы можем впасть в депрессию? Первое, это телесная физиологическая граница. Она связана с различными заболеваниями. Очень часто бывает у детей, когда они долго болеют, и когда они, наконец, выздоравливают, то они начинают быть капризными. Они постоянно плачут, они постоянно недовольны. Это просто связано с банальной физиологией. Это потому, что организм, он потратил всю энергию, чтобы побороть определенные заболевания, и он дает себе слабинку. Он расслабляется. Человек больше не держит себя в руках ребенка. Ему все раздражает, он постоянно ноет, плачет и действует на нервы своим родителям. Следующая, это социальная и психологическая граница. Она определяется социальной средой к ним и живем. Это окружающие нас люди, наша работа и даже наша церковь. Это когда человек, попадая под влияние чего-то или кого-то, он это начинает вводить в его депрессию. Может быть, это какие-то поломанные отношения со своими друзьями. Может быть, девушка бросила и у парня депрессия, или парень бросил девушку, и она находится в ужасной депрессии. Мир просто перестал существовать, жизнь закончена. Через пять дней она узнает, что не все так плохо. Но, тем не менее, в определенный момент она чувствует себя, что все, просто конец света, кстати, который будет 21 декабря. Я даже читал расписание на празднование конец света. 21 числа подготовка, 22 самопразднование, 23-го это будет выходной день. Мы могли какие-то праздники. Есть еще более важный аспект, который чаще всего приводит к депрессии, это именно духовная сфера. Если то, что мы можем контролировать, хоть какие-то меры, это наше физическое состояние, мы можем контролировать социальную среду, и, по крайней мере, частично то общество, в котором мы находимся, то вот в духовной сфере у нас возникает больше всего проблем. Потому что именно в духовной сфере все зависит от отношений с нашим Творцом. Все зависит от отношений с нашим Богом. И часто люди не задумываются об этом, но они будут лучше уделять внимание физическому аспекту, социальному аспекту, но не забывают о духовном аспекте, который очень часто является первопричиной того, что происходит с человеком, что гоняет его в депрессию. Они могут списывать это на разные вещи, но, тем не менее, духовное проявляется довольно чаще, чем все остальное. Просто человек, он отказывается это принимать. И мы видим, что чаще всего причиной депрессии является грех. Очень часто люди путают все эти вещи, сводя их в кучу, и говорят, что единственная причина – это грех. А другие же говорят о том, что единственная причина – это просто физиология банальная. И если мы убираем все эти вещи или смешиваем их, то мы забываем, что человек, он состоит, он многокомпонентный, у него есть физическая составляющая и духовная составляющая. Вот. И иногда человека обвиняют, например, человек в церкви, он в депрессии, ему говорят, слушай, тебе надо исповедоваться. А у человека может быть просто переутомление, например, его психики, потому что начальство перед Новым годом заставило работать по 12 часов в день без выходных. И просто человек, не замечая этого, он работает на износ, у него заканчиваются физические силы, и он впадает в такое вот меланхолическое депрессивное состояние. У меня брат сейчас работает на фирме, и у них много работы перед Новым годом, какая-то акция там, и он работает без выходных по 8-10 часов в день. Абсолютно без выходных. Может быть раз в 3 недели у него выпадает один выходной. Просто начальство поставило, говорит, там, после Нового года будут выходные, будете отдыхать, а сейчас работаете в таком графике. И он приходит уставший, ему ничего не хочется, абсолютно. Он приходит, ему достаточно того, чтобы поесть и лечь, отдыхать, ну максимум там на компьютере что-то поделать. Человек просто выматывается, поэтому Бог, он сказал, 6 дней работы, на 7-й день ты будешь отдыхать. Если мы не выполняем этого, то мы нарушаем Божью заповедь, и, соответственно, мы впадаем в определенную депрессию. Но также, с другой стороны, есть еще одна вещь, это когда человек занимается пассивным оккультизмом. Что это такое? Есть активный оккультизм, разные всякие колдовские штучки, но есть пассивный оккультизм, который в нашей культуре люди закрывают глаза и считают, что это нормально. Например, ребенок стал беспокойный, он плохо спит. Что бабушка говорит? Зляканный. Детина злякана, треба нести до бабушки, она выката ей яичком. А, вы смеетесь. Вы смеетесь. Но ребенка приводят к этой бабушке, которая все увешана иконами и крестами, но, тем не менее, бабушка, которая не выходит из этой депрессии, которая находится под 100% контролем дьявола, она делает определенные ритуалы под видом христианских ритуалов. Ребенку, может быть, на какое-то время, видимо, становится легче. Но какие последствия потом они пожинают, знают только те люди, которые работают в особом отделении, психиатрического отделения. Наш брат, он из нашей церкви, он работал в таком отделении. И он специально, зная причину, почему дети попадают, они не попадают там, где буйные или там с большими отклонениями психики, они попадают в отделение так называемых детей с расстройством поведения. То есть это те дети, которые без причины убегают из дому, те дети, которые просто какие-то вспышки гнева у них или какое-то отсутствие самоконтроля. И родители просто иногда это пугают и не приводят к ручу и их направляют в это отделение, чтобы какое-то время понаблюдать за ними и принять какие-то мерки, какие-то таблетки дают. Вот. И этот человек, он постоянно, когда родители приводят такого ребенка в отделение, он останавливался возле них и он задавал им вопросы. Скажите, пожалуйста, когда это началось у ребенка? 99% случаев это началось после того, когда ребенка приводили бабушке или какой-то еще тетушке, которая выполняла какие-то так называемые, может быть, там они называют это христианские ритуалы или еще какие-то. На самом деле это не что иное, как оккультное влияние на человека. И очень часто это может быть очень сильной причиной, почему человек впадает в депрессию. Дети, не зная, почему это случилось, они впадают в депрессию, потому что есть оккультная зависимость. Ко мне как-то на работу приехали авторы, я работаю в издательстве, общаюсь с людьми, которые пишут книги. И они такие интересные люди, они были в Индии, изучали разные практики религиозные в Индии, были в Украине, изучали какие-то религиозные практики в Украине. И они сказали, что мы почти умерли. И я спрашиваю, это как? Они говорят, а мы увлеклись белой магией. И мне неверующие люди говорят, что белой магии не существует. Мы потом это поняли. Но мы увлекались определенной белой магией. Через некоторое время, говорит, мы захотели из этого выйти, а им говорят, выйдешь ты умрешь. И после этого они говорят, что у нас начались проблемы со здоровьем, мы попадали в больницу, не смогли больше работать. Это профессора в крупном вузе, они не смогли работать, они уволились из вуза. Они где только не были, они говорят, спустя много времени, мы наконец-то вырвались из этого. Но сейчас они находятся в такой депрессионном состоянии дома, выполняя определенные какие-то практики и так далее. То есть что происходит? Люди попали под влияние, которое стало причиной их депрессии, из-за оккультного влияния. Все это происходит среди нас, мы можем не догадываться об этом. И люди непосвященные, они могут сказать, да это все ерунда, да этого не существует, да все нормально, все классно. Депрессия, шоколад помогает, даст, мало тебе 100 граммов плитки шоколада, купи 200 граммов плитки шоколада. Все, радуйся жизни, два дня пройдет, я говорю, дайся в работу, работай много, и к тебе все пройдет. Люди придумывают себе такие определенные практики, чтобы как бы подбодрить человека, и говорить, да, не обращай внимания, у тебя все это пройдет. Может пройти, может пройти, если это грусть, а если это серьезная депрессия, человек может не пройти из этого. И часто мужчины, они такие, ну такие мужественные люди, они другому говорят, человеку, который в депрессии, другу с вами подходит, возьми себя в руки, ты же мужчина, да, возьми себя в руки, да. А он понимает, что он мужчина, а взять себе не может руки, потому что он уже пробовал. А верующему человеку другие подходят и говорят, слушай, а где же твоя вера, у тебя веры нет, у тебя хумные проблемы, слушай, наверное, ты большой грешник, что ты сделал, рассказывай, рассказывай. А у человека может быть совершенно другая причина. И очень часто наша такая видимая помощь, она может навредить человеку, а не помочь. Я уже говорил об оккультной зависимости, и там дело совершенно другое. Избавиться от этого довольно сложно. Есть люди, которые пришли к Богу, они покались, но вот эта оккультная зависимость влияет на них определенное время. Они не могут от этого избавиться. На воскресную школу, в которой я ходил, была сестричка, она, мы тогда еще детьми были, нам было лет по 10-12. Она пришла и она рассказывала свои свидетельства, и честно говоря, я так медленно от нее отодвигался подальше. Она говорит, что все началось очень просто, я начала читать книги по белой магии. Через 3 года, говорит, у меня была такая сила, что я как рентгеном видела человека насквозь. Через 5 лет я могла влиять на внутренние органы людей. Вот она говорит, я видела человека, его сердце, я могла влиять на него. И родители, ей было там 13 лет, родители боялись ее, потому что она имела влияние на них. Реальные вещи. Абсолютно реальные. Но мы можем говорить, что нет, это неправда. Но она говорит, были те люди, которые были закрыты для меня, и не видела их, не могла никак повлиять. Она говорит, для меня тогда была эта загадка. Почему такие люди? Почему я, имея такой уровень определенный в этих практиках, я не могу на них повлиять? Позднее она говорит, я поняла, потому что это были люди, которые веруют в Бога, и они были закрыты для меня. Вот, и если мы говорим о путях, как избавиться от депрессии, то наряду с теми путями, которые предлагают люди, это, как вы говорили, мелису с мятой, да? Мелису с мятой, валерьянка, ну и до разных химических соединений. Есть довольно там, и еще шоколад подключается к этому тоже. Есть другие вещи. Если проблема связана со грехом, то самое лучшее средство покаяться перед Богом. Действует во 100% случаев, и действительно действенная вещь. И часто христианин думают, или некоторые люди думают, что для того, чтобы получить депрессию из-за греха, нужно сделать какой-то очень мощный грех. Какой-то здоровый, такой плохой, может быть убить кого-то, или сделать что-то такое ужасное. Но на самом деле грех, он не нужно делать чего-то огромного. Это может быть какое-то мелкое воровство, но совесть будет обличать вас и загонять вас глубже и глубже в депрессию, пока вы не исповедуете этот грех. Знаете, люди, они как бы в Украине, не знаю, как в Молдове, но в Украине очень легко относятся к этому. Например, я не ворую, но взять пачку бумаги в офисе домой, потому что надо дома для принтера, это нормально. Не, ну, как бы лежит, просто поставили неосторожно. Или там еще что-то потянуть, взять с офиса просто домой, ну это не большая проблема, ну сколько там у нас стоит. Тем более, я же каждый день этим торгую, правильно? Или там привозят, просчитались там, как бы чуть-чуть в мою пользу. Ну, кто это и проблемы. И человек таким образом, как бы, делает мелкие вещи, не обращает на них внимания и говорит, а, ничего, это не проблема. Оно, ну, ничего страшного, как бы, пройдет. И спустя некоторое время грех дает свои плоды, и человек попадает в большую депрессию. И очень часто он сам не может понять, почему это происходит с ним, почему так тяжело на душе. В Библии, в книге царств есть пример такой. Илья, он, пророк Илья, мы знаем его историю, великий пророк был, он, в его жизни была тяжелая ситуация. И вот Бог проявляет свою силу через него, он один выступает против пророков Валовых. Он был один, а сколько было пророков Валовых? Кто помнит? 450 пророков Валовых. Он выступает против них, один. Народ не поддерживает его. У него такая сила, у него такой заря. Он выступает, что происходит с ними? Они посрамлены, он собственными руками уничтожает их, уничтожает пророков Валовых. Бог являет чудо через него. У него такая сила, что он бежит быстрее колесницы Ахана. Перед этим он предстал перед Изавелию, хотя это угрожало, реальная была угроза его жизни. Но он идет на этот риск, у него такой заряд, у него такая классная вещь. Он бежит перед колесницей, такой заряд, все классно. И после этого он говорит, что? Он говорит, Господь, забери меня. Забери меня с этой земли, я один остался. Окончи мою жизнь. Я один остался, который служит тебе. Представьте себе, человек, который пережил такие вещи, по нашим понятиям, он должен быть на вершине, на пике, так сказать, эмоциональности. Он должен чувствовать силу, которую Бог явил через него. Но вместо этого он впадает в депрессию. Оказывается, что не всегда внешнее может сильно влиять на нас и держать нас на определенном уровне. Но он впадает в депрессию. И Бог выводит его очень интересным способом. Первое. Он говорит ему, не думай, что ты один остался. Я особлюл себе еще 7 тысяч человек, которые не преклонили колено перед валом. И второе, что он делает? Он говорит, иди и работай. Он говорит, встань, иди и помажь царя, помажь того пророка, делай свою работу. Бог просто говорит, ты это делал, занимайся этим дальше. Мое доверие к тебе не поменялось, иди делай свою работу. Несмотря на свою депрессию, несмотря на свое состояние, иди просто работай. Действительно, Бог таким образом может выводить человека из этого состояния. Иисус Христос говорил о том, что придите ко мне все труждающие, себя примененные и успокоиваться. Этот призыв остается в силе сегодня. Иисус Христос говорит, придите ко мне. Те люди, которые погрязли в грехах, те люди, которые, может быть, не сделали много греха, но у них есть эти проблемы. Когда совесть где-то в мозге, она указывает на то, что ты поступаешь неправильно. И Христос говорит, придите ко мне. Я успокою вас, я дам вам мир в ваши сердца. Но, к сожалению, если человек христианин, то это не гарантирует ему абсолютное освобождение от проблем в этой жизни. Но, тем не менее, есть тот человек, к которому мы можем всегда обратиться, это Иисус Христос. Это тот человек, с которым вы можете открыть все свое сердце. Выложить ему все то, что там есть. И он помогает. Вы знаете, люди часто, особенно в западном обществе, они идут к психологам и думают, что они что-то могут сделать. Вы знаете, я говорил с одним психологом, практикующим, и он говорит, если бы я слушал все то, что мне говорят, я бы просто сошел с ума. Поэтому, говорит, нас в школе психолога учат такому. Выборочный слух. Ключевые слова, которые надо запоминать, чтобы задать последующий вопрос. Группа, говорят, человек раскрывает свою душу, он рассказывает о своих переживаниях, а он ловит только отдельные слова. Машина, жена, дети, дача не продалась и так далее. Он вылавливает отдельные слова и задает дальше вопрос. И человек разговаривает и думает, вау, один человек может меня выслушать. Он один понимает меня. И ему становится легче. Но когда мы обращаемся к Богу, Бог выслушивает нас полностью. И психологи часто ничего не могут сделать. А в Америке, вы знаете, у них очень классный такой подход. У тебя болит голова? Не надо париться, надо взять таблеточку. Если у тебя еще какие-то проблемы, например, сжога, надо взять другую таблеточку. А если у тебя расстройство психики, депрессия, надо взять третью таблеточку. Все лечатся таблетками. То есть практически нет такого заболевания, которое не лечится таблетками. И у них такой подход существует. Я читал статистику, что 25% пасторов в Америке, они принимают антидепрессанты. И они говорят о том, что у пастора тяжелая работа. Он работает с людьми. А с людьми очень тяжело работать. Они же постоянно настроение портят. И поэтому пасторы принимают антидепрессанты. Более того, люди всегда говорят, слушай, у тебя проблема, сходи к доктору. Он тебе таблеточек пропишет, баночку. Нормально. Попринимаешь, станет легче. Что делают антидепрессанты? Кто может мне сказать? Медики есть? Что делают антидепрессанты? Хороший бизнес и деньги. Будущие медики есть. Есть будущие медики. Кто-то может мне сказать, что они делают? Какой эффект на человека они оказывают? Серьезно успокаиваю? Класс. Подавляю. Вау. Вообще, они должны снимать у человека чувство тревоги. Правильно? Или я что-то путаю? Да. Они должны у человека снимать чувство тревоги. Но на самом деле это не так. Затормаживают реакции. Этидепрессанты человека имеют кучу побочных действий. И люди иногда... Ну, вы знаете, что он этот вот. Человек не читает, что там написано в этих длинных медицинских описаниях. Ему сказали пить три раза в день по три таблетки. Он пьет три раза в день по три таблетки. И есть определенные свидетельства, которые говорят о том, что эффект антидепрессантов является практически идентичный эффекту огромного количества выпитого алкоголя. То есть, никакой разницы в их эффекте нет. И люди что делают? Они как бы пить нельзя, да? Ну, как бы плохо, да. Но антидепрессанты пить можно. Эффект тот же. Это разрешено. Все нормально. Все классно. Ну, побочные действия есть. Но, тем не менее. Я прочитаю вам одно свидетельство. Или даже несколько свидетельств. Которые говорят о том, какой эффект имеют антидепрессанты на людей. Вот одно из них. Мне выписали антидепрессант по причине развода. Я принимал его в течение трех месяцев. По ночам я начал сильно потеть. По всему телу выскочили какие-то прыщи. После того, как мой начальник спросил меня, или я пью спиртное, я поняла, что со мной что-то не думал. Вот такой свидетельство человек. Им прописали антидепрессант. Следующее. Почти восемь лет моя жена принимала антидепрессанты. Сперва я думал, что это я схожу с ума, но потом понял, что это моя жена потеряла память. Антидепрессанты отняли у меня жену и обеспечили психиатрам гарантированный доход на много лет вперед. Вы знаете, алкоголь тоже снимает на некоторое время вот этот эффект, дает. И обеспечивает доход барам на много лет вперед. Человек описывает антидепрессанты. Да мои эмоции они мели, и я стал почти зом. Еще одна девушка молодая, 20 лет. Она описывает свой опыт употребления антидепрессантов таким образом. Мне 20 лет, принимая антидепрессанты с 18. Я стала крайне раздражительной, перепады настроения не уменьшились, но увеличились. Или еще одно свидетельство. Вот уже полтора года я принимаю антидепрессанты. Мне стало очень трудно концентрировать внимание. Чувствую хроническую усталость, порой просто нет сил. По ночам снятся кошмары. Я стала такой забывчивый, что забывчивость угрожает моей жизни. Я открываю газ на плите, но забываю его зажечь. Я постоянно затуманен. Бывает, что нужно читать слова и предложения по несколько раз, чтобы понять их смысл. Есть короткое свидетельство еще одного человека. Он говорит так. Из-за антидепрессантов я потерял жену и детей. Вот. Есть еще одно. Врач выписал мне антидепрессанты. Я сразу же почувствовал изменения, стало лучше спать. Мои эмоции как бы онемели. Ничего не волновало меня. Но вскоре бессонница возвратилась и началась дорога в ад. Мне показалось, что мой сад это эдемский сад. И в нем все должны быть свободными. Я отвязала нашу большую собаку и выпустила из двух уток из клетки. Собака моментально поймала уток. Мне показалось, что это монстр. Затем собака прыгнула на мою 11-летнюю дочь. Она закричала. Я бросилась домой, схватила пистолет и убила собаку. Следующее, что я помню, я зашла в ванну и тут мой разум опять помутнился. Я приложила пистолет к виску и уже собиралась нажать на курок. Но тут появилась моя дочь. Нет, мама, нет, закричала она. Прыгнула на меня и схватила меня за руку. Пистолет выстрелил. Пуля, предназначенная для меня, убила ее. Действительно, трагическая история, которую описывает человек после употребления антидепрессанта. Опасная вещь. И хотя я согласен, что в некоторых случаях они могут дать какой-то определенный эффект, но антидепрессанты не являются панацерей от этого состояния. И если пользоваться ими, то только под контролем врача, причем врача, которому вы можете доверять. Дело в том, что существует проблема как в Украине, так я думаю в Молдове, что если ты приходишь к врачу, врач должен тебя как-то лечить. Но такая работа у него. Если ты обращаешься, и тебя что-то волнует, и они не могут понять, что же с тобой происходит, они все равно начинают тебя лечить. В надежде, что вдруг попадем. Представляете себе человек, который знает просто психологию, науку, которая совсем недавно появилась. Которую до конца они не знают, существует куча подходов. Психиатрия, которая пытается извне пытаться объяснить душу человека. Но, кстати, психиатрия, психология официальная, они говорят, что у человека души нет. Они рассматривают человека как комплекс химических реакций. И они пытаются лечить человека с помощью тех же химических препаратов, которые неизвестно как влияют на человека. Но есть другие пути, как можно лечить плохое настроение. Это когда мы можем обратиться к Богу. Когда мы можем покаяться перед Ним. Когда мы можем попросить у Него прощения. Когда мы можем обратиться к служителю церкви и сказать, что у меня есть проблема. Когда мы можем обратиться к другу христианину и сказать, что у меня есть большая проблема. Молись о меня. И это действует в 100% случаев. Есть также труд, который мы выполняем для Господа. И очень часто мы можем не понимать, почему мы это делаем. Или до конца, почему нам не всегда это нравится делать. Но сейчас, как один из методов понять, как можно выйти из депрессии, или как с ней бороться, который дан в Библии, оказывается. Я хочу, если у вас есть Библия, чтобы вы открыли 125-й Псалом. 125-й Псалом, 5-й и 6-й стих. Довольно короткие слова. Мы прочитаем и рассмотрим их. И на этом будет все. В каком смысле все? Со мной все. Я закончу. И тогда вы сможете наслаждаться сладкими блинчиками. Снимать депрессию. Снимать депрессию шоколадом, кто взял запас из дома. Съесть что-нибудь сладенькое. Да, съесть что-нибудь сладенькое тоже помогает. Вверх, так и блинчик еще. Вот. Какой стихий? 5-й и 6-й. 125-й Псалом, 5-й и 6-й стих. Записаны следующие слова. Сеявшиеся слезами будут пожинать с радостью. Сплачем несущие семена возвратиться с радостью, несяст на пыль своих. Довольно интересные слова. Но если вдуматься в их смысл, то мы видим тут некоторое противоречие. Сеявшиеся слезами и сплачем несущие семена возвратиться с радостью. На самом деле, если вы работаете руками, то сеять не так тяжело. И когда человек сеет, он практически никогда не делает это с печалью. Почему? Когда урожай плохой, когда не было дождя и все высохло, вот тогда появляется печаль. Но когда человек сеет, это означает, что у него есть надежда. Надежда на то, что будет хороший урожай. Но тут говорится о том, что сеявшиеся слезами. Почему? Почему этот человек сеет со слезами? Есть несколько толкований на это место, но мне понравилось, как один человек, он сказал одну простую вещь. Он говорит, оказывается, мы можем находиться в таком состоянии, когда нам нужно что-то сделать, но мы находимся в состоянии глубокой депрессии. И мы просто плачем, нам тяжело, мы жалеем себя. Но он говорит, это не меняя дело, пришло время сеть, быт, нужно идти и сеять. И несмотря на то, что человек находится в великой депрессии, он берет этот мешок с семенами, и он идет на поле. И со слезами он работает. Есть то, что мы должны делать. Есть наши обязанности, есть служение в церкви, есть то, что, скажем, мы должны делать. Или это учеба, или это работа, или это забота о семье, или это что-то другое. И несмотря на то, что нам тяжело, мы плачем, мы все равно встаем и идем это делать. Мы все равно выполняем эту работу. И очень часто это помогает нам справиться с депрессией. И тогда мы пожинаем с радостью. Потому что мы понимаем, если бы тогда я этого не сделал над собой, не сделал этого усилия над собой, то сейчас не было бы, что пожинать. Вы знаете, мы можем плакать очень долго, всю весну проплакать. Но придет осень, и придет зима, и у нас не будет, что есть. И тогда мы будем очень сильно плакать. Еще сильнее. Еще сильнее. И поэтому тут говорится о том, что сеющий со слезами пожнет с радостью. Мы можем проходить через очень тяжелые времена в нашей жизни, когда действительно мир может практически останавливаться в конкретном нашем случае. Когда мы можем впадать в большую депрессию. Но Бог говорит, продолжай делать. Есть те люди, которые теряют своих близких. Действительно близких. Это может быть жена, которая потеряла мужа, или родители, которые потеряли детей. И для них останавливается мир на какой-то момент. Они ничего не хотят больше делать. Их ничего не интересует. Но Бог говорит, продолжай делать это. И ты выйдешь из этого состояния. То, что ты делаешь сейчас со слезами, плоды его будут с радостью. Поэтому мне бы хотелось, конечно, чтобы вы никогда не испытали такого глубокого и тяжелого чувства депрессии. Но, к сожалению, мы живем в таком мире, который наполнен печалью. Представляете себе, что в один момент вы все заболели депрессией, весь мир впал в депрессию, экономика впала в депрессию, и все-все плохо. Представляете себе, а кто же будет помогать друг другу? Тот человек, у которого есть надежда. Если нет надежды, мы не можем помочь другим людям. Но у Бога безвыходных ситуаций не бывает. И несмотря на то, что иногда мы впадаем в эти ситуации, мы должны быть готовы не просто помочь себе самому, но и помочь другим людям. Вы знаете, один человек сказал, что если бы в нашей жизни были только радости, то мы бы не понимали друг друга. Когда мы понимаем глубже человека? Когда? Кто может сказать? Когда мы пережили это, правильно? Или же когда мы останавливаемся, и у нас уже не все в таком радужном цвете, но когда мы действительно можем посмотреть, ага, тут что-то не так, у этого человека проблема. Действительно, недавно у него было плохое настроение, может быть он проходил через такое же, что и я прохожу. Мы уже по-другому смотрим на эту проблему. И то, что вчера было нам смешно, и мы этого не понимали, сегодня мы меняем свое мнение по этому поводу. Поэтому Господь позволяет нам проходить через большие испытания, чтобы мы могли пройти через них. Имея подкрепление от Бога, имея утешение от Него, утешаясь Его Словом, чтобы мы могли это перебороть, пережить. И тогда мы можем помочь другим людям. Мы можем помочь нашим соседям, друзьям, соратникам, сотрудникам на работе, потому что мы прошли через это. Мы можем им помочь. Особенно тогда, когда мы можем рассказать им о великой надежде, которую они могут получить Боге. Поэтому будьте твердым, не впадайте в депрессию, пребывайте в слове, и пускай всех вас благословит Господь. Спасибо.